я вас приглашаю на свой канал приветствую вас всех моих подписчиков и зрителей которые интересуются рисунком живописью для того чтобы совершить увлекательное путешествие оторвавшись от бытовой жизни хотя бы на 15 минут включиться процесс рисования потому что мы с вами часто забываем для чего живопись живопись это иллюзия и в этом прекрасном мире конечно побывать очень интересно я занимаюсь живописью уже 15 лет звать меня дмитрий жуков я хотел бы с вами поделиться всеми своими интересными задумками своими своим опытом и конечно предложить уроки для рисования как для начинающих так и для тех кто хочет продолжить заниматься этим делом для того чтобы совершить это увлекательное путешествие вы должны сами себе ответить на несколько вопросов первую очередь откуда вы получили вот этот зов аспирацию или вдохновение для того чтобы заниматься живописью второе вы должны понять для чего вы это делаете какие у вас амбиции и третье сколько времени и средств вы должны потратить для того чтобы достичь своей цели на сегодняшний день мы будем пробовать простой рисунок для этого нужно иметь резинку карандаш и блокнот какой материал и какие карандаши использовать для начала занятий и что мы будем рисовать это через несколько секунд для того чтобы приступить нашему занятию мы должны выбрать качество бумаги и карандаши я использую обычно для эскиза вот такой блок белой бумаги толщиной листа 135 грамм на метр квадратный качество и стал он абсолютно белый довольно плотный как в относке картон для черчения или более желтоватый но он более рыхлый из вот такого блока а3 90 грамм на метр квадратный для того чтобы закрепить лист можно использовать такие вот зажим потом карандаши вот такого типа с пакетом кассетки для грифелей можно использовать конечно простые средней жесткости карандаши естественно резинка можно использовать простой простой точилку теперь установив блок я выбираю объект для своего рисования это будет у меня груша грушу нужно расположить так чтобы основной сила света падала с одной стороны и образовалась бы тень ну хорошо конечно чтобы эту отсечь эту грушу от всех других предметов и объектов которые могли попасть в наше поле зрения то я ставлю за экран вот таким образом я приготовился для того чтобы нарисовать эту грушу чтобы начать рисунок я должен разместить эту грушу на своем на своем листе для этого я использую простой расчет я делю пополам здесь еще пополам потом каждую половинку еще делю на четвертинки и еще таким образом у меня появляется прямоугольник где я буду размещать грушу предмет нужно разместить так чтобы все работало и поля и сам предмет чтобы они вместе создавали композит не нужно располагать маленькая я нибудь в углу или еще что-нибудь перерисовывать там с разных сторон это это методом можно пользоваться для всех размеров для всех форматов и с этого для начинающих будет удобно найти место на бумаге чтобы разместить необходимо объект если мы посмотрим на грушу изучим ее форму то она вид вроде бы вид конуса здесь форма шара и если ее смоделировать на нашем листе то нужно учитывать конечно осевую линии как бы центр и линии вспомогательные которые дают нам ее определение в пространстве для этого я я ношу так это у меня будет значит осевая линия которая если вы сделали ошибку то вы можете поправить ее причем карандаш нужно держать не так как обычная ручка а сверху тогда у вас ли не будет легкий и легко управлять можно начинать этот круг так можно делать много линий но они должны быть легкие после того как вы определили таким образом вы будете строить свою грушу вот здесь я делаю вот таким образом лишнее потом можно убрать убрать ность тень и здесь вторая тень на экране Теперь разделим грушу на объекты на части где будет происходить затушевка и таким образом мы сформируем трехмерную грушу в трехмерном виде на своем листе Для того, чтобы начать штриховку необходимо проделать упражнение на ваши способности переходов тоновых из темного со светлого или со светлого в темное сначала можно сделать очень простые упражнения сделать самое темное потом посветлее еще посветлее или в обратном направлении вот такие упражнения мы сделаем по тренировке жестким карандашом, мягким карандашом и средним карандашом средней жесткости и если у вас происходят трудности с этим то вы стараетесь делать слоями сначала все закрасьте легким тоном потом наложите следующий пропустив один квадратик и так далее вот если вы сможете сформировать таких вот 7 хотя бы квадратиков которые отличаются друг от друга я думаю что тогда вы сможете и готовы к тому чтобы начать штриховку чтобы выделить объем и тень у груши сейчас я беру самым мягким карандашом повторяю еще раз вот 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 оставляю один потом опять это сейчас у меня самый мягкий карандаш еще раз повторяю так и еще раз пожалуй все так и так так и Субтитры подогнал «Симон»